Уважаемые коллеги, я рад всех приветствовать на нашем новом мероприятии, на очередном вебинаре Директ Академии. И сегодня у нас немножко необычный будет вебинар, но я надеюсь, что будет вебинар очень интересный. Я для начала хотел бы... Не вижу в чате откликов. Слышно ли, видно ли меня? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если все нормально. Спасибо, коллеги. Как всегда, для тех, кто к нам пришел в первый день, я потрачу несколько минут на то, чтобы описать несколько ссылок, которые в самом начале чата находятся. Наша первая ссылка ведет на наше расписание, и в этом... Постараюсь побыстрее. Ведет на наше расписание, и в нем можно зарегистрироваться на все вебинары нового учебного года вплоть до июня месяца. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, и на ней будет опубликовано все мероприятия, записи всех наших онлайн-мероприятий, которые мы проводим. В частности, этот вебинар тоже будет появиться на нашем канале через некоторое время, ориентировочно, где-то завтра к вечеру. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть всегда в курсе того, что происходит в Директ-Академии. Третья ссылка ведет на нашу страницу онлайн-курсы. Мы предлагаем в настоящий момент 8 онлайн-курсов для наших слушателей. В частности, уже 7 ноября откроется наш первый онлайн-курс. Это онлайн-курс Натальи Логачевой. Ну и, наконец, четвертая ссылка. Это ссылка, по которой вы сможете после окончания вебинара приобрести свой сертификат. Как всегда, я хотел бы еще проанонсировать несколько вебинаров, три вебинара, которые состоятся в ближайшее время. Сейчас я... одну минутку... сейчас я возьму... сделаю копию. На сей раз в конце чата будут эти три вебинара. Вот они. Завтра в 12 часов пройдет вебинар Константина Леонтьева, нашего юриста. И он будет посвящен авторскому праву и открытой лицензии в интернете. 1 ноября Денис Ожигин проведет вебинар «Универсальный комплекс для проектировщика САПР-платформа NanoCAD+.» И 2 числа Юрий Николаевич Белоножкин проведет вебинар «Как задачу поставишь, так и решишь. Основы создания эффективной интерактивности». Юрий Николаевич у нас постоянный ведущий, вы его наверняка хорошо знаете. Ну что ж, у меня, собственно, все. И я хотел бы передать слово Алексею для проведения сегодняшнего вебинара. Алексей, прошу на связь. Привет, меня слышно? Привет, отлично. По крайней мере, я себя вижу и слышу. Да, все хорошо. Отлично. Всем привет. Привет. Во-первых, хочу сказать вам то, что я хочу рассказать. Тема будет действительно интересная. Но она будет достаточно простая. И, к сожалению, платформа эта не позволяет показывать рабочий экран мой на моем компьютере. Поэтому очень кратко и достаточно легко расскажу вообще, в чем суть. Вот. И, собственно, давайте начнем. Меня зовут Алексей Ницца. Давайте расскажу в двух словах, что я делал раньше. Я почти четыре года работал в образовательном проекте «Теплица социальных технологий». Это такой проект для некоммерческих организаций общественных инициатив, который рассказывает о том, как использовать интернет-технологии. Там есть много чего интересного на их сайте, сайта e-st.ru. Я там вел в том числе тоже вебинары. Мы проводили мероприятия разных, катоны и так далее. То есть много чего делали по поводу технологий. И так получилось, что я закончил работу где-то полтора года назад в этом проекте. Он еще существует, но уже без меня. И вот буквально недавно, наверное, с весны мы вместе с Антоном Мановым начали делать проект, который называется «Go Local». Это Telegram-бот, который позволяет делать очень много интересного, в том числе для некоммерческих организаций и просто для обычных пользователей. Понятная ситуация, что в России сейчас Telegram немножко имеет некие сложности, но, тем не менее, некоторые его используют. Я думаю, что особых преград нет. И просто кратко расскажу, в чем, собственно, идея и какие возможности есть. Особенно расскажу о том, что наш Telegram-бот позволяет собирать данные, привязанные к геолокации. И это очень такая полезная штука. Опять же, расскажу, для чего это делается. Я постараюсь рассказать правду очень быстро, чтобы просто не задерживать никого. и, главное, дать какую-то важную информацию. Сначала пролистнул на то, как это выглядит, потом расскажу. В общем, это действительно Telegram-бот. Что такое Telegram-бот? Это некая программа, робот, которая на ваши запросы в Telegram, в чате, отвечает какими-то данными, информацией и так далее. То есть, по сути, вы общаетесь как бы с компьютером. То есть, если все остальные чаты у вас, например, с людьми, то чат-боты позволяют в ответ на ваши запросы получать какую-то информацию. Сейчас чат-ботов очень много. Они уже достаточно давно популярны. В Telegram, наверное, уже года три. Не только в Telegram есть чат-боты, есть еще и в других мессенджерах. В том числе, например, сейчас уже появились ВКонтакте, Facebook мессенджер, Slack и так далее. То есть, платформ на самом деле много. И просто почему Telegram мы выбрали изначально? Потому что это самое простое с точки зрения реализации. Потому что Telegram позволяет создавать действительно такие сложные вещи. очень просто. Но, как мы видим, есть сложности в использовании. Это некий минус. Так вот, расскажу немножко про GoLocal и вообще к чему я веду сбору данных. Значит, вообще как пришла идея нашего Telegram-бота, она очень простая. Но, опять же, так как я работал в образовательном проекте для некоммерческих организаций, то, ну, у меня сложилось какое-то впечатление о том, как это все работает, какие потребности есть у организации и как это можно улучшить. В принципе, таким образом это вместе с Антоном мы вылили вот в такой проект. Глобально цель у нас есть следующая, что если смотреть вообще на большие города или вообще просто на любую территорию, то вокруг нас есть люди. Так или иначе, да, если мы не живем в степи, где вокруг нас нет, там, на протяжении, не знаю, там, 20 километров ни одного человека, ну, в основном в больших городах, да, нас окружают люди. Так вот, смысл в том, чтобы сделать так, чтобы эти люди, которые нас окружают, они могли бы нам каким-то образом помочь. Потому что у каждого есть свои ресурсы, да, и в том числе это какие-то знания, это какие-то навыки, это время. И, например, самый простой, который может быть пример, допустим, у вас потеряла собака, да, в районе, и как ее найти, да, то есть, а если бы использовать такой инструмент, который позволяет людям, которые находятся рядом с вами, увидеть информацию, они бы, например, могли вам найти ее быстрее. Так вот, поэтому наша идея была следующим, чтобы сместить вот помощь, которая сейчас сосредоточена в неких узлах, так называемых, например, это какие-то организации, да, это милиция, там, полиция, это скорая помощь, это там еще что-то, да, государственные организации и так далее, сместить немножко на людей, у которых есть возможности, да, то есть, конечно, эта идея не очень новая, и это нормально. Я считаю, что в данном случае конкуренции, она, как бы, ее нет, это только делает лучшее предложение, потому что, ну, сфера некоммерческая. Я говорю, например, о проекте YouDo, да, который позволяет также найти исполнителя на вашу задачу, там, более коммерческий проект, у нас он некоммерческий, то есть, мы, как бы, не берем деньги с тех участников, которые у нас там есть. Вот, и, собственно, наш чат-бот построен на очень простой функции, на том, что в Телеграме можно поделиться своей геолокацией, и, исходя из этого, получать какие-то уведомления. То есть, у нас есть два раздела, можно подписаться на какие-то, на какую-то информацию по темам, на картинке, там, снизу, вот, есть меню, у нас четыре кнопочки, там, это мои подписки и мои запросы. То есть, вы можете подписаться на какие-то темы и получать информацию только ту, которая у вас рядом с вами, либо вы можете отправлять запросы о помощи или о чем-то еще, и их увидят люди вокруг. Собственно, вот на этом построено все взаимодействие на геолокации. Итак, получилось, что, оказывается, ну, изначально вообще это была идея сделать для волонтеров, но потом оказывается, что вышло еще одно направление, это сбор данных. То есть, как это вообще все работает? Ну, давайте сначала расскажу, какие есть у нас темы. Ну, то есть, еще раз, можно подписаться на темы и получать уведомления, да, это, по сути, как, знаете, мейл и рассылка по каким-то темам, но только взаимно, ну, связанная именно с местоположением. Вот. И темы, ну, мы разделили все запросы на темы, чтобы было просто комфортно и не было какой-то свалки. И сейчас существует 8 тем. Это пропали, то есть, что-то связанное с пропавшими людьми, животные, например, если пропали какие-то животные или еще что-то, да, это помощники, это поиск специалистов, волонтеров, это инциденты, то есть, какие-то происшествия, если что-то произошло. Это активизм, какие-то местные события, гражданские акции, экология, все, что связано с мусором, свалками, торсерьем и так далее. Даром это то, когда вы можете обменяться на безвозмездной основе, да, с кем-то, чем-то, и скидки это уже можно подписаться, например, на какие-то некоторые, вскоре у нас появятся организации, которые будут предоставлять нам, точнее, не нам, а вам, то есть, пользователям нашего Telegram-бота, возможность получать какие-то специальные предложения. Вот. И, соответственно, когда вы подписываетесь, вы получаете уведомления. Ну, это обычно выглядит так же, как пуш-уведомления в любом мессенджере. Когда вы создаете такой же запрос, то есть, сообщение вы можете создать, вы также выбираете сначала тему, в которую вы хотите сделать запрос. Ну, например, у вас потеряла собака, да, вы выбираете тему животное и отправляете информацию, и, соответственно, те, кто рядом с вами находится, и те, кто активные и подписаны, они увидят информацию. И тут возникает интересный такой момент. Оказывается, что этот механизм можно использовать для сбора данных. Что значит сбор данных? Так как у нас Telegram-бот основан на геоположении, да, то есть, в первую очередь, что он требует, сейчас я перевесну опять на картинку, у нас внизу вот кнопочка есть «Обновить местоположение». То есть, во-первых, сам Telegram очень четко определяет местоположение пользователя, там, буквально до, там, одного-трех метров. Ну, иногда там чуть больше, но, в принципе, точность очень такая большая. Поэтому, когда вы создаете запрос, у нас запрос – это любая информация, текстовая информация, и можно добавить фото, или видео, или голосовое сообщение. И вот эта вся информация, она у нас привязывается к местоположению пользователя, который создает запрос. Соответственно, оказывается, что вот это можно использовать очень здорово для того, чтобы вообще собирать данные. То есть, вы можете самостоятельно, либо как организация, использовать наш Telegram-бот для того, чтобы эти данные собирать. Какие данные можно собирать? Сейчас я пролистну еще, так это понятно. Ну, давайте пару экранов я сначала покажу. Это так выглядит меню моих подписок, то есть, вот видите, там есть списочек, есть, сейчас я сначала расскажу, а потом в чате обращу внимание на вопросы, да, я вижу, что там задают. Так выглядит раздел подписок, да, то есть, вот есть темы, напротив которых стоят крестики. Крестики, это значит, что я еще не подписался. Если я нажму на эту тему, и у меня крестик поменяется на галочку, значит, я подписан. И дальше у нас внизу есть три кнопочки. 3 километра, 10 километров и 50 километров. То есть, вы можете сами выбрать, в радиусе которого хотите получать уведомление. Честно скажу, что мы запустили публичный доступ совсем недавно, буквально там полтора месяца назад, и мы потихонечку-потихонечку набираем аудиторию, поэтому людей еще не так много. Но это как бы нормально, то есть, мы не хотим как-то очень быстро нагнать каких-то людей, которые потом перестанут этим пользоваться, да, мы хотим сначала идти через организацию, а потом уже там добавлять пользователей и так далее. Вот. Поэтому сейчас еще, возможно, пользователей немного, но это постепенно-постепенно увеличивается. Значит, так выглядит, собственно, меню подписок. Аналогично выглядит меню запроса. То есть, когда я вхожу в меню запроса, я сначала должен выбрать тему, по которой я хочу оставить запрос. Ну, как я уже говорил, например, там потерялся собака, либо там отдам даром, либо еще что-нибудь. Вот. А потом пишу текст и могу добавить медиа какое-то. Это фото, видео или голосовое сообщение. Вот. И вот эта вся информация, она у меня будет привязана к моему местоположению. Вы на картинке видите некое, ну, местоположение. Вот. Что интересно, что когда активные пользователи увидят уведомление, да, они увидят ваше геоположение, и они, нажимая на эту карту, могут, в принципе, даже непосредственно построить маршрут до вас. До вас или до вашего объекта, или до чего угодно. Вот. Теперь переходим, опять же, к вопросу о том, о сборе данных. Получается следующее, что с помощью нашего Telegram-бота можно очень просто это собирать. То есть, вы берете и можете в какой-то непубличной теме, у нас вот тема публичная, это значит, которая отображена вот здесь, да, списком, у нас есть еще возможность создавать темы скрытые, то есть секретные, когда их будет видеть только тот человек, который знает о ее существовании. Это, на самом деле, делается очень просто. Вы, когда заходите в меню, например, запроса, вы, в первую очередь, пишете латинице, например, название темы, допустим, я не знаю, вебинар, если написать. И эта тема, ну, как бы будет доступна только вам, и все запросы будут доступны только вам, и тем людям, кто находится рядом, да, и кто знает о вашей теме. Так вот, вы можете создать секретную тему, и в этой теме ходить, например, по улице, и собирать какую-то информацию, какие-то данные. Для примера, чтобы было понятно, что можно собирать. Допустим, вы организация, либо активисты, которые хотите посмотреть, где есть незаконные свалки, например, в вашем городе. Вы просто берете телефон, да, и больше вам ничего не нужно. Вы подходите к месту свалки, обновляете ваше местоположение, добавляете комментарии текстовые, добавляете фотку, там, или видео, или что-то еще, и отправляете запрос. Идете дальше, пришли к следующему месту, такому же, к какой-то свалке. Опять же, обновляете местоположение, вводите текстовые сообщения, какой-то, да, комментарии, и дальше отправляете. Таким образом, ходя, например, перемещаясь, да, и перемещая, изменяя свое местоположение, привязывая информацию к этому местоположению, вы можете собрать такие запросы. То есть, они у вас будут отображаться в меню ваших запросов. Что дальше? Дальше, когда вы входите вот в мои запросы, там у вас эти запросы можно будет пролистать, а еще есть кнопочка «Скачать». Это очень удобная штука, то есть, когда вы нажимаете «Скачать», у вас будет доступен CSV-файл. Получается, что вы можете скачать все ваши запросы. В данном случае, вообще у нас есть доступ для того, чтобы любой пользователь мог скачать доступные ему запросы других пользователей в радиусе 50 километров. То есть, например, я подписываюсь на все темы, которые там есть, но в радиусе 50 километров только. И я могу скачать все запросы. То есть, все запросы в формате CSV. Что такое формат CSV? Я вот не знаю, видно или нет. Оп, не листается так интересно, как... В общем, это такая таблица. Давайте, ладно, я приближу. Так, 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 спокойно. Так, сейчас. Таблица. Значит, она следующее делает. Она, видите, записывает долготу и широту, то есть, местоположение, тему, это тег, и текстовое сообщение, о котором добавили комментарий какой-то. И это все записывается с каким-то временем. И вы это можете сохранить в виде такой таблицы. Да, пока мы не можем сохранять медиа, потому что это сложно, но вы потом медиа можете добавлять самостоятельно. То есть, получается, что вы можете вот эти запросы сходить, собрать, либо скачать доступные вам, и у вас будет такой CSV-файл. И существует, на самом деле, достаточно много онлайн-сервисов, которые позволяют это визуализировать. То есть, вы можете взять и загрузить это, например, в Google-карты, и у вас будет примерно такая штука. То есть, будет карта с какими-то метками, а на метке будет информация. То есть, вот, недавно был такой кейс, есть организация, которая в Калининграде занимается обустройством территории, в том числе, они занимаются посадкой деревьев. Значит, и мы говорили о том, чтобы они попробовали бы использовать наш чат-бот при посадке деревьев. А это очень важно, отслеживать вообще, ну, как бы, как вообще дерево прижилось, не прижилось, что с ним нужно делать и так далее. Ну, например, да. То есть, они сажают деревья достаточно далеко друг от друга, примерно 10 метров. Поэтому, в принципе, да, с точки зрения карты и визуализации это нормально работает. Вот. И они что сделали? Они действительно взяли, когда, ну, занимались посадкой деревьев, они у каждого дерева взяли, сделали, как бы, фотку этого дерева, написали, например, там, дерево номер один, условно говоря, да, там, какие-то комментарии, и так у каждого дерева. И таким образом они смогли визуализировать, вот, сам процесс посадки, да, и теперь они узнают, что вот у них есть карта, и на этой карте есть обозначение тех новых деревьев, которые они посадили. Соответственно, любой из членов, например, организации через какое-то время может съездить и посмотреть, что с этими деревьями происходит. Допустим, там, не знаю, прижились они, не прижились, допустим, через месяц, да, и они, этот человек может прийти и отметить еще раз, что происходит. Потом, опять же, нанести эту информацию на карту. Таким образом, у каждого дерева будет информация и история о том, как, ну, что-то происходит с ним или не происходит, нужно какие-то изменения производить или нет. Вот. Собственно, вот принцип действия на самом деле вот очень простой. Вот он такой. И, то есть, для того, чтобы вам собирать данные о разных вещах, о разной информации, привязанной к геолокации, ничего не нужно, кроме вашего телефона. То есть, не надо ничего скачивать. У вас, у многих есть, скорее всего, Telegram, поэтому вы можете использовать это в привычном таком варианте, скачивать CSV-файл. Этот файл потом можно экспортировать, ну, там, переслать себе на почту, условно говоря, и потом уже с ним работать. Это такой очень простой способ сбора данных. В чате, посмотрю, значит, Евгений Юрьевна спрашивает, я создал запрос, а кто это видит? Только те, кто также подключен GoLocal, пользователь Telegram, это как Яндекс.Район, отвечая на вопросы. Значит, в первую очередь, действительно, сначала это видят те пользователи, которые подписались на те же темы, в которые вы создали запрос, ну, например, еще раз, тема животных. Допустим, я подписан на тему животных, и я буду видеть запросы. То есть, в первую очередь, видят активные пользователи, которые подписались. Дальше. Действительно, это должен быть пользователь Telegram, потому что, ну, без этого, как вы будете это использовать. Что касается Яндекс.Района, я знаю, что это такое, я сам использую в Москве, да, и, ну, действительно, это удобная штука, это такой некий форум, как раньше, да, говорили или использовали по местным каким-то новостям. Так вот, действительно, есть некое пересечение с Яндекс.Районом, потому что, в принципе, Telegram – это некий инструмент, и что мы планируем делать в ближайшее время, это делать через предоставление данных разным сервисам и сайтам публиковать у себя информацию о запросах. Это что значит? Значит, что, например, скоро может появиться какой-нибудь плагин ВКонтакте, который будет в каких-то городских сообществах отображать активные запросы по разным темам. И человеку, в принципе, не надо будет использовать Telegram, он будет видеть запросы эти через привычный ему, например, сайт или ВКонтакте. но с точки зрения создания непосредственно запросов, мы используем Telegram. То есть, мы можем собирать эти данные, транслировать их открыто, непосредственно на разные ресурсы. Таким образом, давая возможность людям, которые находятся в каком-то определенном городе, видеть эту информацию и скорее как-то помочь. Вообще, я считаю, что наш Telegram-бот это не просто Telegram-бот, а это некая платформа, которая объединяет в себе две аудитории как минимум. Это аудитория, которая может создавать запросы, которым, например, нужна какая-то помощь, и те люди, у которых есть свободное время, они могут что-то сделать, увидев запрос. То есть, я вот даже позиционирую это с одной стороны как Uber для волонтеров. Если знаете, Uber Taxi, Яндекс.Такси, это по сути сервис, который объединяет изначально две аудитории. Это людей, у кого есть машина и кто хочет немножко заработать, у кого есть свободное время. А вторая аудитория это те люди, которым нужно переехать, переместиться из точки А в точку Б достаточно быстро и недорого. Вот здесь, в принципе, аналогично, когда у нас есть платформа, и мы хотим объединить две целевые аудитории. Поэтому, с одной стороны, мы хотим, чтобы это были действительно пользователи Телеграма, но, как я уже говорил, что мы планируем транслировать эти запросы непосредственно в другие ресурсы через API, через информацию. Дальше Павел говорит, давайте пофантазируем, как можно использовать GoLocal в образовательных целях. Самый простой вариант, это, знаете, это как, у меня почему-то пример конференции. Данный сервис можно использовать как инструмент для вопросов спикеру. то есть, например, можно создать какую-нибудь секретную тему, да, и, так как, ну, конференция – это локальное событие, которое, в принципе, объединяет людей в одном месте, то люди могут писать запросы, то есть, некие вопросы спикеру, да, спикер может видеть эти запросы и отвечать на них. Это как вот минимум, вот, либо, например, если это говорить о непосредственном обучении, это процесс взаимодействия преподавателя и студента. То есть, таким образом тоже это можно использовать. То есть, когда идет некое общение, то есть, некие запросы, ответы непосредственно в каких-то темах. Если говорить еще о какие-то вопросы касательно образовательных целей, то, ну, я не знаю, мне кажется, здесь вот, опять же, природоведение, кстати, да, вот действительно хороший пример, потому что, что такое природоведение в школах, да, часто, вот, я когда в школе учился, я, кстати, что-то не очень помню, но, по-моему, мы вообще редко куда выходили из класса, хотя, как бы, казалось бы, да, это изучение природы, да, хотелось бы походить, посмотреть, что происходит вокруг. Возможно, конечно, не везде у школы есть какие-то парки, но, тем не менее, было бы здорово, да, сделать так, чтобы дети выходили и действительно они могут с помощью, например, этого простого инструмента, который уже, как бы есть у всех, у кого есть Телеграм, они бы могли отслеживать действительно, там, не знаю, популяция птиц, количество деревьев, какие деревья есть и так далее, составлять на какие-то, например, карты по слоям, в которых заносит информацию о разных типах деревьев, да, например, хвойные, не хвойные, там, не знаю, что-то еще, то есть, вот, в принципе, этот инструмент подходит для всего, что, ну, что изменяется не так быстро, да, что, как бы, находится в каком-то месте, там, не знаю, здание, это дерево, это, не знаю, подземный переход, светофор, что-то еще, да, то есть, по сути, здесь можно там отслеживать, ломается что-то, не ломается, например, светофор работает, не работает, да, но, правда, это быстро изменяется, но, тем не менее, вот, то есть, это такой некий способ, да, как бы, собирать информацию о том, что что-то существует и проверять ее. Это, опять же, это только третья ветка, которая у нас есть, это некая, некий сбор информации, потому что, вот, основная, ну, как бы, основное наше направление, это когда мы связываем аудиторию по потребностям, да, у кого-то есть запрос к какой-то теме, да, и есть люди вокруг, которые могут помочь. Вот здесь, в принципе, то же самое. Недавно, ну, вот, я преподаю в университете в одном, и там студенты, ну, у нас был курс небольшого управления проектами, они сделали похожий на наш чат-бот, свой чат-бот. Почему они сделали свой? Ну, во-первых, потому что наш показался им сложным, это, в принципе, логично, с одной стороны, для их задачи. Второй момент, они просто попробовали это сделать, это здорово. Так вот, они сделали очень простой проект, который делает следующее, когда один студент может у другого студента попросить, например, что-то, да, например, он забыл зарядку от телефона, или он забыл зарядку от компьютера, или он забыл, там, не знаю, что-то еще, да, он может написать, и студенты рядом, которые находятся, они это видят, и могут, собственно, прийти и дать. Такой некий способ еще контекстного знакомства, что ли, когда вы знакомитесь в каком-то контексте, да, то есть не просто, ну, обычно это очень важно для студентов первого курса, когда вы приходите в университет, и у вас действительно глаза разбегаются, вы никого не знаете, кроме своей группы, и то там в группе мало кого знаете, да, а возможностей это много, и вам хочется побыстрее, побыстрее как-то это все узнать, поэтому здесь также можно использовать это. Вот, там есть, по-моему, какой-то один вопрос, нет, вопросов пока нет, вот, темы серьезные, они могут быть серьезно, ну, максимально широкими. Мы их, вот, опять же, перелесну сейчас на список тем, мы постарались охватить все возможные, связанные с некоммерческой деятельностью какой-то. Ну, вот, как бы последняя, восьмая тема скидки, она, в принципе, уже с коммерческой основы, когда, ну, мы предполагаем, и мы сейчас работаем в этом направлении, когда пользователи смогут получать какие-то специальные уведомления. И что интересно, что вот, кого-то интересует экология, кого-то интересует что-то еще, в принципе, человеку не надо устанавливать какие-то дополнительные еще инструменты, в принципе, например, ну, не знаю, Дук хочет посмотреть, что там происходит, он подписался на экологию, это интересно ему, а он потом взял и подписался на скидки или подписался на что-то еще. Таким образом, получается, что это некий способ перемешать варианты деятельности волонтеров. То есть, кто-то попробовал в одном себя, кто-то в другом, Ну и так далее. Вот, и потихонечку мы видим, что это будет развиваться. Ну, опять же, это сейчас мы в процессе, да, там, наборы аудитории. Самая большая сложность, конечно же, это использование Телеграма и то, что у многих он заблокирован, но, как бы, есть варианты, когда это используется, в принципе, очень просто, поэтому сложности, ну, там, таких прям серьезных быть не должно. Вопрос из чата. Информационная структура запроса как-либо задается или это просто текст плюс медиа-данные? Другими словами, есть ли возможность задать структуру формы для сбора данных? Если это сейчас не реализовано, есть ли потенциально-техническая возможность для этого? Сейчас запрос представляет собой действительно текстовый блок. Ну, это вы просто отправляете текст чат-боту, да, и этот текст может быть любым. Логично предположить, что если вы хотите, чтобы люди с вами связались, нужно указать свои контакты. Например, номер телефона, либо никнейм в Телеграме, либо что-то еще, либо какую-то ссылку. Вот, в принципе, вы можете туда добавить вообще любой текст. Вы можете добавить туда ссылку на Google форму. Если вам нужно что-то, чтобы люди сделали, вы можете, пожалуйста, написать текст, отправить в Google форму ссылку и, пожалуйста, они заполнят. То есть, тут очень все просто. Наш Телеграм-бот, он просто делает простую вещь. Он связывает две аудитории, как платформа, и все. То есть, мы никак не можем отвечать за то, что происходит после, да. То есть, опять же, давайте приведем пример, когда собака потерялась, вот, как это работает, как мы это видим и как мы это проверяем. Во-первых, мы, как, ну, авторы, да, то есть, мы видим все запросы. Конечно же, у нас даже на сайте есть, перелесну на сайт, в смысле, сайт такой, golocal.space. У нас есть кодекс этический. То есть, что это значит? Что мы хотим, чтобы каждый человек смог понять, в каких случаях использовать данный чат-бот или нет. То есть, мы подразумеваем, что эти люди не будут его использовать в каких-то незаконных целях. И у нас есть возможность блокировать пользователей навсегда. То есть, если мы увидим, что есть какие-то запросы, которые не связаны с тематикой, или какие-то, ну, неблагоприятно влияют на аудиторию и вообще на какие-то вещи, мы можем это заблокировать. Также у нас есть, вот здесь, кнопочка написать администратору. В любых случаях, если возникают какие-то вопросы, проблемы, это попадает информацией нам, и мы можем быстро это и оперативно разобраться с этим. Вот. Так вот, вернемся, к примеру, с собаками, кошками или всеми любыми, значит, животными, которые, например, потерялись. То есть, каков механизм и какой сценарий. Допустим, я потерялась собака. Я захожу в этот чат-бот, пишу, ну, мой запрос, новый запрос, тема животные, пишу. При этом я потерялась собака. То есть, заведомо я сначала, конечно же, обновляю местоположение там, где она потерялась. Потому что она может потеряться, например, у меня на юге Москвы, а я потом вспомнил на работе, которая находится на севере Москвы, да, что надо написать об этом. Конечно же, лучше делать это именно непосредственно там, где это произошло. Вот. То есть, сначала вы обновляете местоположение, потом создаете запрос. В запросе пишите, например, тема животные, у меня пропала собака, мои контакты такие-то там, например, никнейм в Телеграме, либо телефон. Пожалуйста, помогите. Не отправляйте запрос. Через какое-то время те люди, которые увидят этот запрос рядом, они с вами свяжутся по тем контактам, которые у вас есть в сообщении. И как только все это произошло и у вас все получается, вы, как автор запроса, этот запрос удаляете, чтобы другие пользователи его не видели. Потому что если пользователь видит запрос, это значит, что он еще активен. То есть, вы можете как создавать запрос, так и удалять запрос. Вот. То есть, как происходит дальше, там, ну, нас часто спрашивают по поводу безопасности, да, что будет дальше. То есть, как мы можем отслеживать это. Когда, например, там, с вами свяжется человек или будет встречаться и помогать вам делать что-то. Конечно же, нам сложно за это отвечать. Так же, в принципе, как, например, другие любые платформы, да, вот есть Uber, есть Яндекс, есть разные случаи, когда там были какие-то ужасные водители, которые делают какие-то странные вещи, да, за эту платформу отвечать не может, кроме как найти этого человека, да, потому что контакты у нас есть этого человека или заблокировать его. И так же, например, как Авито, да, объединяет людей, которые хотят продать какие-то свои вещи и других людей, которые хотят купить, да, это некая платформа, которая позволяет вам найти друг друга и назначить встречу, а это уже дальше, это вне нашей платформы. То есть, мы не можем это отслеживать. И наша безопасность именно с точки зрения обратной связи. Если кто-то нам напишет обратную связь, что этот человек навредил, то мы его можем заблокировать. Опять же, мы можем это проверить, да, то есть, тут бывают спорные моменты, это нормально, но, тем не менее, мы над этим работаем. Смотрю в чат. Было бы интересно передавать какие-то цифры, которые попадали бы в отдельную ячейку ЦСВ, пример контроль за загрязнением атмосферы. Я понял, о чем вы говорите, да. То есть, в запросе добавлять какие-то данные, теоретически, я думаю, что это возможно, просто пока не было такой потребности. Опять же, да, есть, ну, то есть, есть Google форма. Ну, то есть, по-хорошему вы можете это делать и так, и так. Это надо достаточно быстро сделать, вместе смешать две таблицы, да. И, ну, пока что, да, прямого такого доступа нет, но идея интересная, да. Понимаете, просто дело в том, что мы хотели бы сделать так, чтобы, как бы, интерфейс был универсальным, он подходил практически под все потребности. Поэтому усложнение его еще больше, либо, там, создание каких-то отдельных подзапросов, возможно, это очень усложнит. Поэтому пока что мы, как бы, стараемся, наоборот, это упрощать, но, возможно, что-то будет более такое. Да, вопрос с Google формами, в принципе, вариант вполне рабочий. Если есть возможность связать запрос с конкретной формой. Конечно, да, есть запрос, да, можно связать с конкретной формой, это, в принципе, логично, то есть, ну, потому что, вот, в таблице, как я показывал, как минимум, да, если вы видите, здесь есть текстовое поле, так сейчас, у меня просто не перемещается почему-то. Вот текстовое поле, где написано «текст», да, если вы туда добавите ссылку, то там будете ссылку, да, то есть вы видите, что запрос привязан к определенной таблице. А время, примерно, да, можно связать с временем создания. То есть, тут тоже все очень просто. Вот. Поэтому, вот, мне кажется, что вот этот способ сбора данных, он может быть использован, на самом деле, широко где? Конечно же, возможно, нужно придумать разные сценарии, но потому что, как бы, нет, наверное, прямого понимания, как это использовать до тех пор, пока не начнешь использовать, то есть, как ни странно. И вот к этому моменту я еще хотел бы рассказать следующее, еще по одному слайду. Собственно, для организации особенно, вообще, зачем собирать данные-то? Так вот, раньше, как бы, не было двух возможностей. Первое, простого инструмента для сбора данных, а второе, не было понимания, а вообще, куда эти данные загружать, что с ними делать и так далее. То есть, если кто-то, например, знает, что из GitHub, да, там, это некая социальная сеть для разработчиков, да, которые выкладывают туда проекты в открытом доступе, да, и что другие разработчики могут копировать ваши проекты и развивать их самостоятельно, то, в принципе, логично предположить, что любые некоммерческие организации и общественные инициативы, они в том числе могут собирать какие-то данные в процессе своей деятельности, да. Если вы работаете с экологией, то явно вы собираете какую-то информацию. И эту информацию вы также можете в машиночитаемом формате, да, в CSV-файле, это машиночитаемый формат. Это значит, что он автоматически экспортируется, его можно использовать для того, чтобы, например, визуализировать данные. Эту информацию вы можете выкладывать на ресурсы. Так вот, появился, например, один из таких ресурсов новых, это данные НКО. Это проект был создан инфокультурой на президентские гранты, кстати, и вот буквально недавно был создан. Это именно данные не коммерческой организации, а не о организациях. Это разные вещи, да, то есть здесь данные выкладываются именно как результат работы организации. То есть, например, они делают какие-то исследования, они собирают какие-то данные, проводят какие-то опросы и так далее. По-хорошему, если будут набираться все больше и больше таких данных, то, в принципе, больше будет возможностей для каких-то исследований, например, каких-то журналистских расследований или еще чего-то. Почему, например, очень важно вообще данные собирать? Потому что это хорошая основа для будущих проектов и для доказательств каких-то действий. То есть, например, одно дело, когда вы говорите, что атмосфера у нас плохая в городе и качество воздуха, а другое дело, когда вы показываете органам государственным, вот, пожалуйста, мы собрали данные, например, срез данных за полгода. И вот видите, например, что здесь вот каждый месяц ухудшение на 2% или еще что-нибудь. И это уже некий способ для того, чтобы люди начали предпринимать какие-то действия. То есть, данные, они очень важны, их очень важно собирать. И я уверен, что много организаций имеют свои данные, они просто не знали, что их можно куда-то выкладывать, что они вообще кому-то нужны. Вот, поэтому эта платформа, данная НКО, она позволяет, кстати, выкладывать данные не только организациям, но и общественным инициативам. То есть, если вы как люди активные делаете что-то в разных сферах, вы можете тоже попробовать туда выкладывать. И это очень здорово будет, и это можно использовать также и в образовательных целях, например. То есть, есть же большие пласты работы с информацией, с тем, как это делается. Например, там, не знаю, можно визуализацию данных исследовать на реальных каких-то кейсах, примерах, да, и помогать, например, организациям визуализировать их данные. Сейчас проводится очень много таких специальных каких-то мероприятий, когда приходят действительно специалисты, которые работают с данными, они помогают некоммерческим организациям их данные перевести в какой-то визуальный формат, чтобы можно было сделать какой-то хороший вывод. Вот. В общем, я вот, в принципе, все, что хотел рассказать. На самом деле, эта тема достаточно большая, но я просто призываю вас попробовать. Зайти на наш сайт, во-первых, посмотреть, как это работает. Там на сайте у нас есть ссылочки на сам Telegram-бот, у нас есть Telegram-канал, куда мы пишем новости, можно почитать инструкцию, у нас есть полные прям в виде непосредственно картинок. Это очень легко можно с телефона даже посмотреть. И просто попробуйте посоздавать какие-то запросы, можно их потом поудалять. Мы постепенно набираем аудиторию. Если вас, вы, организация, или там, вы хотите использовать это у себя, то вы можете написать мне, или там у нас есть на сайте форумы обратной связи, либо там есть контакты, вы можете нам написать. И я вам помогу как-то начать это использовать в своей работе. Вот. Поэтому, в принципе, я, наверное, это все, что я хотел рассказать. Достаточно коротко, быстро. Но я надеюсь, что было интересно и полезно. Вот. И на этом я, в принципе, готов закончить. Вот. Тогда давайте, тогда я вам говорю до свидания. И большое спасибо за возможность Павлу, что дал мне возможность рассказать. Да, к сожалению, видите, нет возможности было показывать экран рабочего стола. Было бы намного интерактивнее, но я думаю, что так тоже было понятно. Вот. Алексей, за интересный вебинар. Всех благодарю за принятие участия в данном вебинаре, за вопросы, которые вы задавали. Думаю, если кто-то заинтересуется подробнее, надеюсь, что такие будут. Если кто-то заинтересуется подробнее, Алексей непосредственно. Ну, или просто подпишутся на данный продукт. Несомненно, интересный. Напоминаю, что запись вебинара появится, запись вебинара появится через некоторое время, скорее всего, к концу среды. Так что тот, кто не смог посмотреть, поучаствовать в вебинаре, сможет это сделать позже. Или пересмотреть чуть попозже. Ну, а через минуту в чате появится ссылка на страницу, с которой вы можете приобрести сертификат за данное мероприятие. Ну, и вообще по всем посещенным вами мероприятиям. Всего доброго. До новых встреч в Директ Академии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...